Добрый день, уважаемые коллеги! Для меня большая честь быть участником 23-й международной междисциплинарной научно-практической конференции «Современный мир, природа и человек». Хочу выразить огромную благодарность организаторам конференции Кемеровскому государственному медицинскому университету. Хочу выразить огромную благодарность доценту Валентину Григорьевичу Шелихову за приглашение для участия в конференции. Контроль безопасности применения лекарственных средств является приоритетным направлением развития здравоохранения во всем мире. По данным Всемирной организации здравоохранения, неблагоприятные побочные реакции входят в число 10 ведущих причин смерти во многих странах, а затраты на лечение их последствий зачастую превышают стоимость самой фармакотерапии. Масштаб и важность проблемы безопасности лекарственной терапии способствовали тому, что во многих странах принято было законодательство в области фармаконадзора, которое обязывало производителей лекарственных средств нести, выявлять и регистрировать нежелательные лекарственные реакции. И сегодня мы хотели бы рассмотреть ключевую тему, которая касается безопасности пациентов и эффективности работы медицинских организаций. История международного фармаконадзора началась более 40 лет назад, когда на 20-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения была принята резолюция о запуске проекта, целью которого было изучение возможностей создания международной системы контроля побочных эффектов лекарственных средств. И эта резолюция как раз и легла в основу программы ВОЗ по международному мониторингу нежелательных лекарственных реакций. И если изначально в этой программе участвовали только 10 стран с развитой системой здравоохранения, то интерес к этой программе начал возрастать. И много других стран, когда их система здравоохранения достигла должного уровня, присоединились к этой программе. Будущее национальной безопасности лекарственных средств в большей мере зависит от способности создания эффективной системы мониторинга, регистрации и анализа информации о нежелательных побочных реакциях. И поскольку сообщение о побочных реакциях на лекарственный препарат является одним из показателей качества здравоохранения, специалисты здравоохранения должны соблюдать этику и сообщать о побочных реакциях на лекарственные препараты в рамках своей повседневной клинической практики. И учитывая богатый исторический опыт, я думаю, что в наших странах есть все предпосылки к тому, чтобы созданная система фармаконадзора функционировала эффективно, однако необходимо решение ряда проблемных аспектов. Рациональное и безопасное использование медицинских препаратов, оценка информирования о рисках и преимуществе лекарств, представленных на рынке, обучение и информирование пациентов – вот что является конечными целями фармаконадзора, которые были озвучены на заседании Всемирной организации здравоохранения. Однако, как вы видите, существует ряд проблем, которые мы можем связать только с недостаточной квалификацией персонала. Это и ошибки при назначении и применении лекарств, это недооценка побочных эффектов лекарственных взаимодействий, это неспособность адекватно интерпретировать данные о безопасности препаратов и, конечно же, отсутствие настороженности о возможных нежелательных побочных реакциях. И, как вы видите, эти проблемы не только ухудшают качество медицинской помощи, но могут приводить к значительным экономическим потерям, связанным с осложнениями и реабилитацией от нежелательных лекарственных реакций. Базовое медицинское образование закладывает фундамент для понимания основ фармакологии и фармаконадзора, однако его бывает недостаточно для обеспечения должного уровня фармаконадзора в современной медицине. Поэтому необходима постоянная поддержка, обновление знаний медицинского персонала. К сожалению, в программах обучения по специальностям общая медицина или лечебное дело, педиатрия, сестринского дела абсолютно отсутствуют дисциплины, в которых бы хоть вскользь говорилось о фармаконадзоре. И именно поэтому в 2017 году мы у себя в университете внедрили дисциплину, которая называется фармакологический надзор и лекарственный формуляр. Эта элективная дисциплина призвана была как раз обучать основам качественного фармаконадзора, основанного на международных стандартах. Для того, чтобы поддерживать уровень квалификации, необходимо постоянное повышение квалификации, поддерживать актуальные знания. И важность этого процесса как раз очень трудно переоценить. Для того, чтобы обучать фармаконадзору, можно использовать разные методы, не только традиционные курсы повышения квалификации. Это симуляции, это разборы клинических случаев, это обсуждение каких-то реальных инцидентов. Ну и вот как сегодняшняя конференция, большинство конференций также способствует тому, чтобы специалисты из разных направлений могли меняться опытом в плане безопасности фармакотерапии. Несмотря на многочисленные образовательные программы, другие инициативы, все-таки сохраняется та система, когда все-таки основные проблемы фармаконадзора связаны с недостатком практических навыков, недооценкой побочных эффектов. Но я хочу сказать, что в России, в Казахстане сейчас очень широко проводятся эпидемиологические исследования у особенных категорий, у пожилых пациентов, связанных с взаимодействием лекарств, с особенностями возрастными. Поэтому я думаю, эта проблема потихонечку решается. И вот сейчас я хотела рассказать о Международном мониторинговом центре в Упселе, который был создан в 1978 году на основании соглашения с Всемирной организацией здравоохранения. Правительство Швеции организовало этот центр, который доступен в онлайн-режиме для жителей любого государства. И в виде электронного обучения любой желающий может пополнить свои знания в плане безопасности использования лекарств. И, как вы знаете, существует уже более 10, около 20 лет существует коалиция по рациональному и безопасному использованию лекарств. И во главе с президентом коалиции профессором Чеботаренко Натальей Александровной более 10 лет назад был переведен мониторинг безопасности лекарственных препаратов. Это руководство по организации и функционированию центров по фармаконадзору, где пошагово расписаны все-все этапы, как организовать и как правильно поставить работу по фармаконадзору. Благодаря этому руководству во многих странах постсоветского пространства стала работать очень хорошо эта система фармаконадзора. Как выглядит программа обучения в центре УПСЭЛы? Как вы видите, это ступенька. И если это начинается, первая ступенька, самая нижняя – это введение в определение сигнала, потом оценка единичного сигнала о нежелательной реакции, затем практическая работа по оценке индивидуального сигнала о нежелательной лекарственной реакции. Дальше – это оценка серии нежелательных реакций, оценка вообще сигнала и на самой верхушке – это статистическая обработка полученных сигналов о нежелательных побочных реакциях. И вот каждый из этих разделов записан в виде видеороликов, которые можно посмотреть и внизу даже увидеть текст для тех, кто в этом нуждается. И критерием развития системы здравоохранения любой страны является не только функционирование центра по фармаконадзору, но и именно государственная поддержка. В нашей стране также существует фармаконадзор, и как члены Евразийского экономического союза в 2016 году были утверждены правила, надлежащие практике фармаконадзора Евразийского экономического союза. Я хочу привести вам пример медицинской школы университета Сплита, где студенты фармацевтического факультета на пятом курсе проходят именно практические навыки по распознаванию нежелательной реакции, по подаче сигнала на бумажном носителе, на электронном носителе, о том, как они должны оповестить лечащего врача или своего наставника, они должны определить нежелательную лекарственную реакцию. Вот в конце этого цикла они сдают объективный, структурированный клинический экзамен. И это очень хорошая практика, которая проводится в нашем университете тоже, и не только студенты фармацевтического факультета, но и студенты общей медицины по завершению цикла клинической фармакологии тоже сдают ОСКИ, и основной упор, конечно, мы уделяем именно выявлению нежелательных лекарственных реакций. И на этом слайде я хотела вам сказать, что напомнить просто, что нежелательная лекарственная реакция – это непреднамеренная реакция, которая возникает на введении лекарства при обычных дозах у обычных людей, но которая может быть вредным и даже опасным. И если в 1998 году частота нежелательных лекарственных реакций была около 7% в Соединенных Штатах Америки, а частота смертельных нежелательных реакций была 0,32%, то за последние годы экономическое бремя нежелательных лекарственных реакций выросло до 130 миллиардов долларов США. К сожалению, я не могу сказать наши статистические данные, потому что у нас это не изучалось и не подсчитывалось. Однако есть исследования, которые подтверждают, что более половины нежелательных лекарственных реакций, да и мы в своих исследованиях это видим в ежедневной работе по оценке рациональности используемых лекарств, то, что более 50% нежелательных лекарственных реакций можно было бы предотвратить, и это еще раз свидетельствует о недостаточности распознавания, настороженности и отчетности по побочным эффектам лекарственных средств. И я хочу сказать, с тех пор, как наши страны стали участниками болонского процесса, изменилась программа медицинского образования не только между государствами, но и даже внутри одной страны, и вот эти различия в образовательных программах тоже дают свое нежелательное влияние на то, что в каждом вузе есть автономия, своя программа обучения, и внедрит какой-то университет, фармаконадзор в свою практику или нет, мы не можем судить. Но анализ показывает, что студенты не уверены в том, что могут распознать или сообщить о нежелательных лекарственных реакциях. И это еще раз говорит о том, что уже в студенчестве мы должны уделить огромное внимание образовательному процессу по выявлению нежелательных лекарственных реакций. И, конечно же, мы не можем сейчас твердо сказать, что практикующие врачи также владеют хорошо информацией о побочных лекарственных реакциях, в том числе связанных при взаимодействии. Но я здесь как раз и хочу сказать, что в России, в Казахстане широко проводятся сейчас научно-исследовательские работы, фармакоэпидемиологические работы по предотвращению, по выявлению предотвращения нежелательных лекарственных реакций. Проводится исследование по использованию лекарств у пожилых пациентов, которые как раз больше, чем другая категория населения, подвержены возникновению нежелательных лекарственных реакций. Конечно, фармацевты более подготовлены, чем студенты медицинского факультета, общемедицинского факультета, потому что они прекрасно знают, что они будут работать в органах фармацевтического контроля. И у них есть дисциплина, которая призвана обучать НПА в области, в том числе в области фармаконадзора. На этом я хочу завершить свой доклад и еще раз поблагодарить за возможность участия на такой прекрасной конференции, которая призвана к повышению медицинского образования и безопасности пациентов. Всего доброго!